Я думаю, что если ответить очень кратко, то правильно читать книги – это когда после последней страницы ты получил в этой книге свою собственную историю. Только свою собственную историю, которая является уже не историей автора Пушкина или Бекбедера, а является историей, которую ты перевел на собственный язык. Огромная беда многих читателей – это невозможность перевести прочитанное на язык собственной необходимости и понимания, и чувства мыслей. Ты вот эту условно-объективную историю, рассказанную Прилепином в романе «Санька», сделал той историей, которая как-то беседует с тобой. Не обязательно зовет к чему-то, а беседует с тобой. То есть ты умный читатель, который сумел совершить чудо-переводы, переводы чужого в свое. Я-то как бы фанатичный читатель, может быть, не лучший пример. Я помню, как в детстве мне очень хотелось прочитать предисловие, а потом читать текст. Сейчас как бы так сложилось, что я многих писателях многое знаю, но если я беру писателя, которого я не знаю, то я предпочитаю начать с голого текста. Но я не исключаю, что в процессе, процессе, когда появляется какая-то необходимость нового контакта, я могу открыть, допустим, даже википедию и посмотреть, что это за тип, с кем я работаю, кто он, жив или нет, чем он занимается. Нет какого-то одного, так сказать, пути. Субтитры создавал DimaTorzok